Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD-6. И в этой серии я хочу посмотреть, на что способна герой под именем Эзилия. Как вы можете заметить, я её уже купил, и даже купил образ на неё, который мне очень понравился. Он как раз-таки вышел в этом обновлении, он здесь такой космический, действительно очень красивый, и мне кажется, что на данный момент это даже самый такой красивый и детализированный образ в этой игре. Собственно, отправимся мы на конец дороги, то есть вот самая обычная вот карта, с учётом того, что сейчас ещё идёт бонус в честь ивента, а дополнительные подарки я как бы хочу получать. Здесь, кстати, как по мне, очень классное место. Она будет очень хорошо видеть всех, и с одной и с другой стороны наносить большое количество урона. Надеюсь на это. Будем смотреть. Как минимум, мне кажется, что это плюс того, что мы её можем купить сразу же уже на первом раунде игры. По крайней мере, мне на это хватило. Может быть, если нету каких-либо дополнительных обзаний и знаний, будет проблема с этим. Что могу и заметить, так это то, что у неё есть сплэш-атака. Ещё хочу вам немного поныть, погрустить, именно в том плане, что... Сейчас, подождите. Добавим мы тут обычную обезьяну, вот такую вот, чуть её прокачаем. А поныть я захочу... Я хочу вам о том, что это уже второй дубль этого видео. И как раз-таки на первом дубле я и купил этот образ, как и самого героя. И начал уже смотреть. И, казалось бы, даже уже вроде бы записалось всё. Всё хорошо. Начал проверять и смотреть. А там моего звука, точнее моего голоса абсолютно нет. То есть, игровые звуки всё есть. Ну, вот как я сидел обсуждал, рассуждал, о чём-то говорил, этого вообще нету. И я такой, да блин, да как так-то? Обидно, но реально, когда вот старался, полчаса говорил, а не записалась. Вы, кстати, можете приглядеться и увидеть, что у Эзили даже возле неё звёздочки такие горят. Они действительно, это анимация, не просто так, что нарисована. Это очень круто. Она же именно как такая космическая. И что даже вот здесь видно звёзды, это очень круто. Как по мне, мне это очень нравится. Я смотрю, у нас есть полторы тысячи, я такой, блин, надо Боджамина покупать. А сейчас понял, что у нас как бы, ну, герой-то другой. Бенджамин, ты не купишь. Так, поэтому я куплю банановую ферму и начну её прокачивать, чтобы вы вкладывались деньги в Эзили, чтобы побыстрее посмотреть, на что она будет способна. Ну, что-то я ору с себя, как это, блин, надо. Но я, правда, уже собирался покупать Бенджамина. Я настолько привык с ним играть, что у меня как-то все остальные обезьяны не ассоциируются с героями, только Бенджамин. Так. Прокачали. Теперь будем дополнительные деньги получать. Чуть-чуть у нас время от времени кто-то это проходит. Ну, да ладно. Лучше уж тогда вот это прокачаем немного. Так, она у нас четвёртого уровня. Так. Что-то постепенно у нас какие-то проблемы начали появляться. Из моих итогов я немного же уже знаю, на что она способна. Это как, ну, будет уже вам о чём поговорить. В принципе, как я считаю, довольно-таки даже хорошо. Ой. Я что-то тупанул. Нам надо было использовать её скилл, который позволяет не генерироваться больше шарам, которые регенятся. Блин. Реально что-то обидно. Сейчас у нас хп немного просело из-за этого. Так. Ну, тут вот я прокачал обезьяну с дротиками. Теперь она, вроде, должна нормально носить урона. И вот из плюсов Эзили, как я могу сказать, это о том, что она пробивает камуфляж. То есть у неё с этим проблем нет. Она пробивает свинец, что очень, как бы, круто. Ну, как мне кажется, по крайней мере. То есть со свинцом, ну, далеко не каждый может справиться с учётом того, что она, как бы, ну, даже огнём не стреляет. Она, видимо, вот как в магии, вот такой вот лазер. И раз она такой вот маг, она не может справиться с фиолетовыми шарами, что, как бы, немного грустно. В этом плане, вот, видите, она спокойно бьёт камуфляж. Так. И для улучшения нас я бы, знаете, тут огонёчек поставил, чтобы уж на всякий случай. Так. Эзили тут уже тысяча урона нанесла. Блин. А тут ещё этот огонь. Тоже не помогает. Так. То тут вовсю начались новогодние рождественские события. Наверное, в этой игре они более рождественские считаются. Потому что компания явно ниндзя Киви вроде бы не из страны СНГ, а там в приоритете же, конечно, у них Рождество всё идёт. Новый год не так ценится. Хотя, всё может быть. У нас больше Новый год отмечается. Но в любом случае мне нравится, что тут они сделали атмосферу. Как-никак, когда в прошлый раз я... В общем, когда я только покупал эту игру, покупал её перед Новым годом как раз, по-моему, и тогда я ещё толком в неё не поиграл. И я даже не помню, что там вот были везде такие вот рождественские украшения, что-то вот так снег. Это прикольно, как по мне. Это очень атмосферно. Может быть, всё-таки не у каждого из вас есть снег. Я даже могу сказать, в моём городе практически снега нет. У нас в начале декабря было что-то довольно-таки тепло, что аж даже дождь пошёл. Потом резко всё замёрзло, у нас всё было во льду. Потом немного снега выпало. И что-то и всё. И сейчас почти уже снега нет. Так, он есть чуть-чуть, перемешку со льдом. Ходить очень страшно, очень опасно. Но при этом холодно. Вот очень холодно у нас сейчас. Минус 10, минус 15 постоянно. Так, изделия у нас уже по 2000 урона нанесла. Я-то, конечно, о своём говорю. И что-то вот не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вообще интересно ли вам слушать это. Может быть, вы хотите полностью сфокусироваться на игре, чтобы я рассказал про игру. И то, что я вам рассказываю о своей жизни, может быть, вам абсолютно неинтересно. А я тут делюсь как бы важными вещами в своей жизни. Точнее, как не очень важные, но просто поделиться с кем-то хочется. Сейчас мы копим на липкую бомбу, чтобы лучше справиться с мобами. Всё-таки опасно. Как-никак, изделия действительно наносит большой и хороший урон по мобам. Ну, для этого она должна быть прокачанная. Но пока она такой не очень уж и является. Так. Вот тут, к счастью, мы справились. Всё тут вот смогли. Так, ещё один рынок строим. Сейчас будем прокачивать. Надеюсь, что пока что никаких проблем у нас не будет возникать. Тут ещё вот так ниндзей много включаем, чтобы он у нас всё-таки посильнее был тоже. Так. Карта, на самом деле, это прикольно. Довольно-таки интересная. Но она очень короткая, как по мне. Что действительно просто путь туда и путь обратно. Несмотря на то, что... Как бы тут плюс в том, что ты можешь поставить одну обезьяну, но она будет сразу же на двух путях биться. Это действительно круто. И, может быть, поэтому эта карта не такая уж большая. Как бы пытались равноценно всё сделать. Так. Тут немного проблемки. Ну, ниндзя очень у нас хорошо тут справляется. Помогает разбивать шары фиолетовые. А маг уже их добивает. Так. Вот тут у нас изделие. Ещё, кстати, будет потом очень хорошо справляться с укреплёнными шарами. Так. Тут что-то немного у нас проблемно было. Так. У изделия уже 4000 урона. Ну, взял на маг 12600. Это, конечно, понятно. Его огонить всё-таки это очень читерен. Сейчас ещё вот так лучше добавлю, чтобы он ещё с камуфляжем мог справляться. Так. Вот этот у нас скилл, если что, мешает регениться шарам, который регенерирует как раз-таки в форме сердечка. Они просто замедляются. А второй скилл это тотем. То есть вот сейчас я даже вот поставлю. Блин, он очень криво поставился. Вот максимально. И этот тотем позволяет пробивать камуфляж. Он ускоряет и усиливает атаку, находящуюся обезьянам в этом радиусе. А радиус, как вы можете заметить, у него очень даже большой. То есть всё в этом плане даже очень хорошо. Так, давайте тут мы центральный рынок прокачаем. Я даже не заметил, что мы так много денег накопили. И то есть этот тотем действительно очень полезен. Но как вы могли заметить, он потребляет 10 жизней при каждом использовании. Поэтому я вам хочу посоветовать, что если вы её используете, то лучше прокачайте обезьянение знания, которые дают за каждый рынок или центральный рынок дополнительные ХП. Потому что тут ХП действительно будут важны. ХП вообще тут в принципе в игре важны. Как по мне. Но здесь действительно ещё сильнее. Но при этом, кстати, если вы ей повысите уровень, то есть у неё будет нормальный высокий уровень. Я не помню на каком. Потом мы вот увидим. То у неё будет по-другому. Ну точнее, уже эта прокачка будет стоить не по 10 жизней, а всего по одной. Сейчас, кстати, у нас нормально поставился ТТ. И неплохо. В принципе, это можно иногда использовать. Он действительно усиливает всех. Я надеюсь на это. Потому что это не сильно так заметно. Прям гигантской разницы нету. И вот Айзилия у нас уже немного изменилась. То есть у неё теперь прическа немного по-другому уже стала. И сейчас будем ждать 10 уровень у неё, чтобы посмотреть разницу. Как быстро мы теперь справляемся с Моабами. И это большая заслуга нашего героя. Во! Она немного изменилась. Теперь у неё Жезл такой более радужный. И прическа стала немного подсвечиваться. И такой у неё градиент голубо-жёлтый. Даже золотой пошёл. Прикольно. Интересно всё это выглядит. Так. Я так думаю, что нам тут надо немного до некроманта прокачать на всякий случай. Потому что опасно. Если честно. Чтоб дополнительная какая-то была защита. Так. ТТМ тоже используем. Всё нормально. Так. Давайте её используем. Скилл на 10 уровне. Проклятие. Как вы можете... Ну, могли заметить, что она спокойно справилась с одним красным дирижаблем. Причём вообще без каких-либо трудностей. И как раз таки это действительно... Этот скилл, который довольно-таки часто кдшится. Он просто накладывает проклятие с одного мааба на другой. Они переходят со временем. И она сама уничтожает. Раз в какое-то время наносится дополнительный урон. И чем больше прокачан этот скилл, тем лучше он работает. Подождите. Что-то и так заговорился, что... Немного профигел. Так. Мы тут возвращаемся. Что-то там у нас сложности какие-то были. Так, у нас уже 14 тысяч. Так, вот это мы хотя бы прокачаем. И можно ещё вот здесь вот так вот сделать. Ой, прикольно. То есть дополнительные деньги. Ладно, давайте с дражей, чтобы дополнительные деньги получать. Ну чё, нормально. То есть ещё вот так вот урон будем. Нет, подождите. Нет, это не так работает. Чё-то я так подумал, что нам этого хватит, а нам этого не хватает. Так. Лучше я уж тогда поставлю суперобезьяну. Вот суперобезьяна, это действительно кайф. Будет нам здесь, если что, как поддержка идти. Вот куда бы нам её нормально поставить. Куда-нибудь так. Прокачаем. И вот так вот сделаем. Всё, теперь точно никаких проблем не должно быть. Потому что она действительно наносит очень большое количество урона. По своей невнимательности. Ну и я проиграл, точнее. Блин, так обидно на самом деле. Так всё нормально шло. Так хорошо рассказывал. И взял, блин. И проиграл. Ну я снова дошёл до того же раунда. Сейчас. Уберу автостарт. Даже практически всё то же самое решил поставить. Всё повторить. Чтобы ничего нового для вас не было. Только добавил вот этих вот подводников. Я надеюсь, что они действительно нам сейчас помогут. Потом давайте начинать. Посмотрим. Мы как раз таки в прошлый раз и проиграли на этом раунде. Но мне так кажется, что в этот раз они действительно нам должны хорошо помочь. Тут даже тотем использую. Во, нормально. В этот раз действительно намного лучше. Всё-таки подводники хорошо выполняют свою функцию. Так. У нас как раз таки вот она опять десятого уровня стала. Сейчас вот ещё немного центральных рынков попрокачиваю. И начнём уже вкачивать ей уровень. И здесь как раз таки у неё появилась новая способность. О которой я вам и хотел рассказать. Как по мне, она очень крутая. То есть увеличение дальности атаки, во-первых, на одиннадцатом уровне. А потом ещё восставшие некрошары пробивают на 50% лучше. И мне вот интересно. Восставшие некрошары это вот эти? Как по мне, это действительно они. Потому что они восстают. И во-вторых, как бы, это шары некроманта. Следовательно, это действительно должно быть они и есть. Потом прям здорово. Нормально. Если они теперь пробивают на 50% лучше, то это же вообще невероятно. Только мне единственное интересное. Тут работает только с некрошарами. Или помимо этого оно также и восставшие дирижабли усиливает. Потому что... А, ну да, некрошары. Тут ведь уже принц тимы. Это немного другое. Наверное, всё-таки только шары улучшаются. Но всё равно факт в том, что берёт и увеличивает практически в 2 раза. Ну как практически, в 1,5 раза. Это очень здорово. То есть и до этого я, в принципе, считал Абзиану Магу довольно-таки сильного. Если его прокачивать на некроманта. То тут, получается, он ещё круче выходит. У него ещё больше таких вот силы. И сейчас он уже нанёс 70 тысяч урона. Эзилия наша нанесла 26 тысяч урона. Так, и прокачиваем. Остановка сердца перезаряжается быстрее, длится дольше, наносит больше урона Муа. Это круто. Только, знаете, я тут немного одного не понимаю. Остановка сердца, это ведь первый скилл. А давайте тут даже вот перепроверим. Вот, основка сердца. Прерывает рост шаров на 6 секунд. Как это увеличивает урон по Муабам? Она ведь только вроде бы останавливает рост шаров. Типа сложно, непонятно. Но, может быть, в этот момент Эзилия начинает больше урона наносить? Или все начинают больше урона наносить Муабам? Так. Теперь будем ей покупать тогда уровни. У неё базовая атака поражает большую площадь и лучше прорывает шары. Ещё теперь она наносит больше урона в течение времени. Это, видимо, её вот это вот проклятие, которое классное. Так, поставим ТТМ. Так, этот скилл мы не можем пока использовать. И она нанесла уже 3-4 тысячи урона. Как по мне, то это неплохо. Это действительно, знаете, тот герой, который разгоняется со временем. Если сначала она вообще очень плоха, то есть прям по урону у неё действительно проблема, то под конец она может наносить действительно хорошие цифры и спокойно сносить Муабам. Так. Увеличенная дальность. Урон в течение времени наносится ещё дольше. Так. Используем её скиллы. Но всё-таки она не будет таким, знаете, дамагером невероятным, как та же самая Сауда или Адора. Всё-таки Сауда и Адора это что-то на уровень выше. Так. Фу. Мне кажется, нам тут этот скилл очень помог. И 3 подводника. Прям вот спасли. Давайте тут энергайзер один поставим. На всякий случай. Я так думаю, что у нас прям будет хорошо помогать. И на 16 уровне у нас ждёт улучшение нашего скилла, что позволит жертвенному тотему длиться дольше. И всего он будет стоить 1 жизнь. То есть не 10, как в самом начале, когда он появился, а целую 1. То есть это уже намного лучше будет, как мне кажется. Так. Энерджайзер действительно очень нам хорошо помогает. Всё, у неё, посмотрите, изменился немного образ. У неё ещё длиннее стали волосы. Ну, то есть прикольно прям вот выглядит. Мне прям максимально нравится. Давайте тут уменьшим скорость. Немного посмотрим на неё. До сих пор у неё там блистают вот эти всякие звёздочки. Это очень, на самом деле, ну, мелко. То есть тяжело всё это разглядеть. Но это очень интересно и очень прикольно, что они так вот всё продумали, проделали. Так. Хорошо, что у нас тут реально столько подводников. И они нам очень хорошо помогают. Так, давайте прокачиваем. Базовая атака поражает большую площадь и лучше пробовать шары. То есть она ещё становится сильнее. Используем скилл. И посмотрите, как она пробила спокойно два красных дирижабля с помощью него. При этом после их уничтожения ничего не появилось. И, как по мне, это очень даже классно. Так. И уже у неё как бы 75 тысяч урона нанесла. То есть всё время это растёт. Так, ускоренная атака. Блин, можно было этот скилл попробовать на нём её зануть. Хотя, если так посмотреть, то она действительно наносит очень хороший урон по мамам. То есть это сейчас зонг. Так, победа. Вольная игра. Мы продолжаем. Меня тут интересует другое. Так. Вот как раз таки, что меня не интересует. На 20 уровне у нас добавляется способность, что проклятие Моап работает быстрее и может уничтожить шары Бет. А если вы знаете, то шары Бет это фиолетовые, которые впервые мы встречаем на сотом раунде. Так. Ноль айкью. Я в шоке. Да как так-то. Два раза уже. Ладно. Короче. Посчитаем, что так и должно было быть. Как минимум мы дожили до 81 раунда. Это тут уже проблема не эзили. Это моя проблема. Блин, как обидно. Ну, коллекцию хотя бы получили. Мгновенные обезьяны. Так. Я вам тогда это лучше покажу отдельно. Я вам хотел все равно потом в конце пойти в песочницу. Тут мы, видимо, не будем время тянуть. Как раз таки посмотрим на эзилию получше, поближе. То есть вот так она выглядит на первом раунде. Точнее на первых. То есть вот так вот она будет меняться на седьмом раунде. У нее немного прическа увеличивается. На десятом раунде она начинает немного светиться. Так вот прикольно. Потом на шестнадцатом раунде у нее еще она сильнее увеличивается. Также жезл немного. И на двадцатом раунде у нее уже такая вот маска, Которая, ну, прям полностью ее покрывает Также жезл немного меняется И еще больше прическу Посмотрите на ее игровую модель Какая она гигантская Ну, именно прическа И звезды тут, кстати, прям летают Блин, прикольно Так, и давайте тут мы вам как раз Сейчас вот продемонстрируем Количество 10 Попробуем просто обычные мабы Как она справится с ними То есть вот, как вы можете заметить Она спокойно справилась с 10 мабами Нет вообще каких-либо проблем А вот если вот такое вот отправить Тут даже немного ускорим Проверим, что-то как То есть она тоже, вот видите, рукой Какой урон наносит Урон очень большой И она почти всех уничтожила Без использования скиллов Если бы мы вот так вот сделали То есть, используя это вот проклятие Было бы еще лучше Правда, жалко, что проклятие Не действует на всех одновременно Вот, видите Как это все было на самом деле легко А тут вот сейчас вот так вот проверим И отправим одного зонга Попробую не использовать скиллы И посмотрим, на что она вот так вот будет способна Так Пробивается Причем хорошо Нормально Так И все, самого него она уже уничтожить смогла Так Да, она одна почти может в соло спокойно его уничтожить А если мы вот его прицовем и используем вообще-то проклятие Смотрите, как проклятие быстро наносит урон И все, его уже нет А если дтт Ддтс Как она говорит То есть, сам этот шар она успевает пробить Но уже то, что от него остается, она не успевает добивать А если используем проклятие С проклятием вообще легко Ну и конечно же, то, чего мы ждем То, чего мы и хотим увидеть Как она будет с Бэдом справляться Сначала давайте посмотрим, как она одна будет Конечно, навряд ли она тут что-либо такого прям сделает Ну, посмотрим Если она хоть немного его заденет Будет уже круто Так Пока что ничего она ему не пробила Офигеть Реально ведь ничего не пробило О! Теперь уже пошло Уже хоть какой-то прогресс Ну, само собой Она его рукой так точно не добьет То есть, урона она нанесла ему нормально Но этого недостаточно То давайте он исчезнет у нас Снова мы его призовем И уже будем использовать этот скил Посмотрите, как при помощи этого использования Моментально уничтожился Вот сейчас он реально моментально просто Так, а давайте, если мы сделаем Таких три А расстояние у них будет по сто То есть, чтобы хоть какое-то вот Была продолжительная разница между ними И будем вот использовать эти вот проклятия Посмотрим, хватит ли этого То есть, будем еще использовать кулдауны потом Так То есть, одного скилла хватает, чтобы пробить одного И потом еще другого немного надамажить Вот Посмотрите, то есть, она Ну, только вот здесь А нам уже хватает, чтобы их всех троих уничтожить То есть, этот скил действительно надо использовать И вы можете спокойно использовать Эзили, если вы захотите Как бы Точнее, если у вас проблемы с прохождением сотого раунда То вот она действительно будет очень сильна С использованием как раз этого проклятия Потому что, если так вот призываем Проклятия И все, и нет И после них ничего не появляется Самое главное, самое классное Так, а тут Еще появились Ну да ладно А с тотемом Кстати, посмотрите С тотемом С тотемом она справилась То есть, тотем действительно работает Она больше наносит урона И если используете ЕО плюс тотем То все То все хорошо Правда Типа, если количество увеличится То тогда уже будет, конечно, проблемно Потому что Как они там? Сейчас В игре они примерно вот так потом вылетают На каком-то раунде Нет, даже Даже еще жестче не вылетают Если используете скиллы То это вообще не помогает То есть, если их много То, конечно, это все тяжело Поэтому Как бы возлагать на нее все силы Не стоит Герой действительно интересный И прикольный Буду ли я ее использовать? Навряд ли Знаете, вот Навряд ли я ее буду Вот как-то часто Вот так вот делать В основном Я ее купил Действительно очень странно Но я купил ради ее образа Который очень крутой Такой очень красивый Действительно Классный Я прям Ну, рад Что они вот решили Что-то такое вот придумывать Действительно Как бы вложились А как посмотреть Как она меняется? Тут уже такого не сделать Ну да ладно То есть, все равно Очень классно Советую Знаете, если вы хотя бы Не будете покупать Посмотрите у меня Как она выглядит А на этом я, наверное Буду заканчивать это видео Я надеюсь, оно вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал А с вами был Диктофон Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok